Первая половина предстоящей недели ознаменована выходом следующей макроэкономической статистики. Ранним утром в понедельник в Китае выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Ожидается рост цен на 1,6% в годовом выражении. Напомним, что в августе потребительские цены в Китае увеличились на 1,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 1,4% в июле. Августовские темпы роста стали максимальными за 7 месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали ускорение до 1,6%. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей повысились в августе на 2,2% относительно августа 2016 года. Опубликованные данные показывают, что внутренний спрос в КНР остается сильным, а импульс к росту экономики устойчивым. Во вторник статистическое бюро Новой Зеландии представит данные по инфляции в третьем квартале этого года. Аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен вырос на 0,2% в квартальном выражении. Отметим, что во втором квартале индекс потребительских цен в Новой Зеландии с учетом сезонных колебаний остался без изменений, хотя экономисты ожидали рост на 0,2%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,7%, что также было ниже прогнозов в 1,9%. Гибкий целевой уровень инфляции остается наиболее уместным инструментом денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии. Центробанк старается поддержать инфляцию в диапазоне от 1 до 3%, причем целевой уровень расположен в районе 2%. Также во вторник британское статистическое агентство публикует отчет по инфляции за сентябрь. Экономисты предполагают, что индекс потребительских цен повысился на 2,8% в годовом выражении. Напомним, что в августе потребительские цены Великобритании выросли на 2,9% в августе, превысив ожидаемый уровень в 2,8%. По сравнению с июлем цены повысились на 0,6%. Прогнозировалось повышение цен на 0,5%. Индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия составил 2,7%. Также в начале недели будут опубликованы следующие события. В понедельник выйдут отчеты по ценам производителей в Китае и деловой активности в округе Нью-Йорк. Во вторник будут опубликованы отчеты по индексу деловых настроений от ZEV в Еврозоне и Германии. Выйдут данные по промышленному производству в США, а в среду выйдет ряд данных по рынку труда Британии, а также объем выданных разрешений на строительство в США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова